Добрый день, уважаемые товарищи. Мы сегодня обсудим основные итоги работы МВД за 2014 год, проанализируем, как решаются текущие задачи и определим приоритеты на будущее. Сотрудники МВД принимали самое активное непосредственное участие и в обеспечении безопасности в ходе проведения Олимпиады, Паралимпиады в Сочи в прошлом году. Военнослужащие внутренних войск мужественно действовали в ходе контртеррористических операций. И, конечно, особо хотел бы отметить работу по ускоренному формированию органов внутренних дел Крыма и Севастополя после их возвращения в состав Российской Федерации. Общественный порядок, криминогенные обстановки в регионе находятся под контролем. Если смотреть в целом по стране, то в 50 субъектах Федерации в прошлом году снизился уровень преступности. При этом почти на 2,5% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Во всех федеральных округах сократилось количество правонарушений, совершённых подростками, в общем, примерно на 12%. Это в целом хорошие показатели. Вместе с тем, в наступившем году нужно усилить работу по всем ключевым направлениям. Прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений, причём как новых, так и прошлых лет. Здесь действительно необходим кардинальный перелом, новое качество работы и органов МВД, и всей правоохранительной системы. Самое серьёзное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплёкой. Нужно избавить, наконец, Россию от позора и трагедий, наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели. Имею в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы. Должен отметить, что в прошлом году на 8,5% увеличилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Необходимо немедленно реагировать на все факты подобных правонарушений. Особый акцент сделать на профилактических мероприятиях. Теперь несколько слов о так называемом уличном криминале. Следует, конечно, активнее задействовать добровольные народные дружины. Во многих субъектах Федерации уже созданы и хорошо дополняют возможности органов МВД эти формирования. Надо распространять лучший опыт, чётко определять полномочия тех людей, которые проводят эту работу вместе с органами МВД. Напомню, что в прошлом году был принят федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка. Теперь предстоит завершить принятие аналогичных региональных законодательных актов. Серьёзную озабоченность вызывает рост преступлений экстремистской направленности почти на 15% увеличения. Экстремисты отравляют общество ядом воинствующего национализма, нетерпимости и агрессии. К чему это может привести, мы хорошо знаем, по примеру, соседней страны Украины. В прошлом году в соответствии с судебными решениями признаны экстремистскими и закрыты 8 организаций. Усилена уголовная ответственность за призывы к экстремизму и ряд конкретных преступлений в этой сфере. В том числе за финансирование экстремистской деятельности и организацию экстремистских групп. Новые статьи против экстремизма включены и в Кодекс об административных правонарушениях. Вместе с тем действия экстремистов становятся всё более изощрёнными. Сталкиваемся мы и с попытками использовать так называемые цветные технологии. От организации незаконных уличных акций до открытой пропаганды вражды и ненависти в социальных сетях. А цель, очевидно, спровоцировать гражданские конфликты, ударить по конституционным основам нашего государства, по суверенитету страны в конечном итоге. Важно мгновенно реагировать на любые сигналы о готовящихся акциях экстремистов, проводить соответствующие профилактические действия, профилактическую работу, особенно в молодёжной среде. Уже отмечалось, что в прошлом году число преступлений, совершённых подростками, снизилось. Однако каждая пятая из них тяжкая или особо тяжкая. Каждый седьмой подросток в момент совершения преступления находился под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Каждый четвёртый ранее уже нарушал закон. Тесно связано с подростковой преступностью и проблема безнадзорности детей. Только в прошлом году из неблагополучных семей ушли более 30,5 тысяч подростков. В силу обстоятельств они зачастую просто вынуждены идти на преступления. Они редко и сами становятся жертвами преступников. Очевидно, что необходимы новые подходы к превентивным профилактическим мерам, в том числе самые тесные взаимодействия с уполномоченными по правам ребёнка, региональными органами власти, структурами гражданского общества. Уважаемые товарищи, вы знаете, какие непростые задачи стоят сегодня перед экономикой нашей страны. Нам нужно использовать все факторы, чтобы обеспечить стабильное развитие и выйти на траекторию роста. Ключевое значение здесь имеет состояние предпринимательского климата. А он в том числе складывается из надёжных гарантий защиты прав собственности, включая пресечение рейдерства, то есть попыток криминального завладения собственностью, акциями и активами предприятий. Всё это предъявляет повышенные требования к работе подразделений МВД, отвечающих за борьбу с преступлениями в сфере экономики. Экономика должна работать по законам честной конкуренции. А вот коррупция, уход от налогов, использование других криминальных и полукриминальных схем, деформируют деловую среду, лишают добросовестных бизнесменов стимулов к развитию. Защищая экономику от криминала, сотрудники МВД сами не должны приступать к закону. Злоупотребляя своими контрольными и процессуальными полномочиями, вторгаться в нормальную работу предприятия, тем более втягиваться в корпоративные конфликты, в споры хозяйствующих субъектов. Наказания за подобные действия должны быть жёсткими и неотвратимыми, от кадровых до судебных решений. Хочу ещё раз подчеркнуть, курс на очищение всех структур государственной власти, в том числе и Министерства внутренних дел, будет последовательным и твёрдым. Статистика свидетельствует, что в результате принимаемых мер у нас наметилась тенденция к снижению уровня коррупции. Но факты говорят и о том, что проблема ещё далеко не решена, в том числе и в самой системе МВД. Так, в прошлом году около тысячи сотрудников нарушили нормы антикоррупционного законодательства. Некоторые из них уволены в связи с утратой доверия. Подчеркну, подразделения МВД располагают всеми необходимыми полномочиями для эффективной борьбы с коррупцией. Независимо от занимаемых должностей и прежних заслуг, надо последовательно вести работу по очищению рядов. Вы знаете, серьёзная проблема для экономики – коррупционное давление со стороны правоохранительной сферы. Нельзя этого не замечать. В прошлом году в суды передано свыше 11 тысяч уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Вместе с тем, по-прежнему значительная часть из них – это взятки в размере 500 тысяч рублей. Рассмотрение в судах дел о коррупционных преступлениях, совершённых в крупных и особо крупных размерах, или организованными группами, встречается пока крайне редко, как будто их и нет совсем. Необходимо последовательно решать и другие задачи, которые определены для МВД в национальном плане противодействия коррупции, в том числе совершенствовать систему предупреждения этого вида преступлений. Нельзя сбавлять интенсивность работы и на таком важном направлении, как борьба с наркобизнесом. Масштаб распространения наркотиков, в том числе новых видов, представляет растущую опасность для всего нашего общества. В прошлом году по линии МВД и других правоохранительных органов было выявлено почти на 10% больше наркозелия, чем в предыдущий период. Из незаконного оборота изъято около 33 тонн наркотических и психотропных веществ. Почти треть из них – сотрудниками органов внутренних дел. В борьбе с этой угрозой важно умело сочетать оперативную работу с современными технологическими возможностями. Активнее задействовать участковых уполномоченных, дружинников, гражданских активистов, которые хорошо знают ситуацию в своих районах. Кроме того, под вашим постоянным контролем должны находиться школы и вузы, места проведения досуга. И, разумеется, дорога для наркодилеров туда должна быть закрыта. Ещё раз скажу то, что прозвучало как бы так, между прочим. Надо подтеснее работать с общественными организациями. Там очень много порядочных, озабоченных этой ситуацией людей в стране у нас. Очень много. По-прежнему актуальными остаётся проблема обеспечения безопасности дорожного движения. В 2014 году количество ДТП сократилось. Снизилось число погибших и раненых людей. Вместе с тем количество ДТП, совершённых пьяными водителями, выросло почти на 22%, точнее быть, если то на 21,6%. А число погибших в таких авариях людей более чем на 47%. Кроме того, высок уровень дорожно-транспортного травматизма. В прошлом году на дорогах ранено более 250 тысяч человек. Очевидно, что соответствующим подразделениям МВД вместе с представителями Минздрава, МЧС и других ведомств нужно подумать над всем комплексом проблем. А это и организация движения, и контроль над дорогами, взаимодействие патрульных, экстренных медицинских служб. И, конечно, это не задача МВД, но, тем не менее, вместе с соответствующими службами нужно думать и ставить вопросы об обеспечении медицинской безопасности на дорогах. Так что у нас на наших трассах было всё необходимое для оказания экстренной помощи пострадавшим. Уважаемые участники коллегии! Последние несколько лет у нас были возможности увеличить бюджет МВД, серьёзно повысить уровень зарплат и социальных гарантий сотрудников. Выросли пенсии ветеранов. Мы продолжим программы совершенствования материально-технического оснащения, в том числе по закупке новых образцов вооружения и техники. Конечно, нужно быть рациональными. Мы с министром об этом много в последнее время говорили, вместе с министерством финансов. Возможности у нас не такие большие, как в прошлом-позапрошлом году, но они есть. Вопрос только в том, чтобы, ещё раз повторяю, рационально всё использовать. Прошу руководству МВД оптимизировать подведомственные службы, сконцентрировать кадры на приоритетных направлениях, обратить внимание на эффективное использование выделяемых ресурсов. Ну и в заключение хочу пожелать руководству и личному составу МВД успехов в работе. Благодарю вас за работу в предыдущем году. Спасибо большое за внимание.